Делай тело Сегодня наша героиня Елена покажет свои положительные результаты в области коррекции фигуры. А также диетолог Ольга Александровна Колосова расскажет, какие блины можно поесть. Еще каких-то пару лет назад казалось, что путь к красивой фигуре лежит через жесткие диеты и беговую дорожку. Но технологии шагнули далеко вперед. Примеры самых действенных тренажеров для похудения представлены в Слим-клубе. Около 15 нанотехнологий работают на идеальный рельеф вашей фигуры. Елена уже пробовала тренажер Ваку-Терм, где инфракрасное тепло, вакуум и аэробная нагрузка позволяют за один сеанс увеличить сжигание жиров аж в 4 раза. Также Елена испытала небольшой скафандр. Называется он прессотерапия, которая эффективно борется с целлюлитом и ожирением. И сегодня у нашей героини новое приключение. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Сегодня мы бы хотели предложить вам новый тренажер «Инфракрасные штаны». А что дает данный тренажер? Данный тренажер уменьшает объемы, выводит шлаки и токсины из организма и уменьшает целлюлит. Инфракрасная термотерапия – это современная лечебно-здоровительная процедура, которая эффективно очистит организм от вредных веществ и уменьшит объемы тела в несколько раз. Инфракрасные штаны обладают мощным лечебным воздействием. Термотерапия способствует ускорению обменных процессов в организме, что дает следующие оздоровительные эффекты. Первое – это улучшение циркуляции крови и обмена веществ. Второе – устранение болей в мышцах и суставах. И третье – нормализация работы пищеварения. Инфракрасные штаны способствуют немедленному уменьшению объемов, целенаправленному воздействию в индивидуальных проблемных зонах для улучшения структуры кожи, восстановлению первоначальной структуры кожи, быстрое удаление жиров в проблемных зонах, уменьшение и полное устранение целлюлита, восстановление упругости и эластичности кожи, восстановление растянутой кожи после беременности или после существенного уменьшения веса, улучшение самочувствия, сна, отличное расслабление, обеспечение активности кровоотока, активизация обмена веществ, выведение шлаков и токсинов из организма, снятие состояния общей нервозности, а также лечение болей при радикулите, артрозе, перетренировке мышц. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Ну, как у вас успехи? Есть положительные сдвиги, могу вам продемонстрировать их на весах. Давайте посмотрим. Так, ну, давайте конкретно поговорим о меню, то есть, что кушать на завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Ну, хочу повторить, что для того, чтобы похудеть, есть надо почаще, то есть обязательно каждые 3-4 часа небольшое количество энергии организмом подбрасывай. В принципе, на завтрак можно есть все, что угодно, все, что душа пожелает, но полезнее всего есть углеводы. Про углеводы мы с вами говорили, это должны быть сложные углеводы, то есть, грубые серые каши, гречневая, перловая, пшенная, овсяная, ячневая, геркулесовая. Лучше в идеале без сахара, без масла и без молока, ну, если уж очень хочется, можно варить на молоке, но, по крайней мере, точно без сахара. Можно делать бутерброды себе с зерновым хлебом, при этом сверху класть мясо, рыбу, творог, сыр, не знаю, овощи можно положить, грибной икрой можно намазать, в общем, всякие бутербродики с утра. Омлет, яичницу или просто вареные яйца, чай, кофе, любые другие напитки, ну, в идеале тоже без сахара, без сливок. Можно делать самодельные мюсли, но про них мы тоже уже говорили, то есть берем сырые овсяные хлопья, ну, вот это аналог модному лет 10-20 назад французскому салату красоты. Сырые овсяные хлопья мешаем с порезанными фруктами, заливаем соком или молоком или кефиром и прямо в таком виде употребляем. Второй завтрак должен быть часа через 3-4 после первого завтрака, и это точно не должна быть не конфетка с печенкой, с чаепитием, это должна быть еда, которая в желудке задержится на час-два. Но то же самое, берем, наливаем себе чай и к чаю прям кладем сухофрукты, орешки, порезанные свежие фрукты, ну, желательно, не очень сладкие, яблоко, грушу, грейпфрут. Опять тот же самый бутерброд можно сделать, пачку творога поставить, немножечко, пару, тройку долек горького шоколада 75%, купить самые нежирные, несладкие галетные печенья, хлебцы. В общем, должен быть прием пищи такой по объему немаленький, ну, точно чуть больше в ладошку, а по калорийности должен быть, ну, таким ничтожным, чтобы не поправился организм. На обед. На обед едим или суп с салатом, или второе с салатом. Первое, второе и третье так кушать нежелательно. Ну, суп. Общий принцип, чем меньше там макарон, картошки, риса, жира, тем лучше. Чем больше там овощей, соответственно, тоже тем лучше. Посоветовала бы варить супы мясные, из птицы, из рыбы, нежирные, то есть, чтобы не сильно жирное было мясо, и не делать зажарку, которую так любят делать хозяйки на большом количестве подсолнечного масла. То есть, буквально лук с морковкой потушить, с помидорками на воде, и немножечко совсем масло туда полить. Суп такой можно употреблять в любом количестве, хоть по 2-3 порции подряд, лишь бы без майонеза, сметаны и так далее. На второе. Что можно есть на второе? В обед можно есть все. Это может быть и кусок правильно приготовленного мяса, нежирного, птицы, рыбы, морепродуктов. То есть, это надо все или запечь в фольге, или в пароварке, в мультиварке приготовить, или потушить, или отварить. В общем, без масла. С гарниром. Гарнир может быть овощной, может быть из полезных круп, которые я уже называла, из полезных макарон, про которые мы тоже уже не раз говорили. Даже картошку можно. И рис. Все можно на обед. Главное, правильно приготовлено и не в огромных количествах. Салат. Салат. Желательно овощи резать крупно, чтобы они были сырыми. То есть, например, салаты с огурцов и помидоров намного полезнее в смысле снижения веса, чем, например, винегрет. Не забывайте, что очень вкусные салаты можно приготовить с морепродуктами. Кальмары, креветки. Просто про них все время все забывают. Грибы. Грибы тяжелая пища для организма. Но я уже говорила, что если желудочно-кишечный тракт здоровый, чем пища тяжелее, тем, в принципе, в смысле похудения она лучше. Она долго переваривается и постепенно энергия от нее отщепляется. Всасывается все потихонечку, медленно. Чувства голода нет. Желательно на ужин кушать только, как я это называю, белки и траву. То есть мясо, рыба, птица, морепродукты, грибы с гарниром только из полезных овощей. То есть здесь уже никакие картошки, рис, крупы, макароны на ужин есть. Не надо только абсолютно безобидные овощи. Капуста, кабачки, огурцы, помидоры, перец, редис там и так далее. Или тушеные, или сырые, или в салате, всякие. Десерты, в принципе, худеющему человеку не предусмотрены ни в одном из пунктов. Если хочется съесть что-то сладкое и вредное, лучше вы это ешьте на завтрак. Ольга Александровна, скажите, вот сейчас идет масляная неделя, и, конечно, хочется попробовать блинчики. Скажите, существуют ли какие-то рецепты диетические, так сказать, которые разрешены худеющим? Диетические рецепты существуют всегда. Давайте разберем, что в блинах опасное для лишнего веса. Прежде всего, это белая мука высшего сорта. И то, с чем мы эти блины едим и на чем жарим. Ну, предлагаю заменить пшеничную муку на гречневую, на зерновую. Ну, вот если поискать в магазинах здоровья, она обязательно там найдется. А так, банальный рецепт, то есть кефир, молоко, яйца, это самая гречневая мука, соль, разрыхлитель, сахар не добавлять, масла не добавлять. И стараться жарить на очень хорошей антипригарной сковородке с использованием минимума масла. То есть не лить из вот этой сковородки, а с минимумом. И блины потом есть не со сметаной, вареньем, медом, с гущенкой, а с творогом или с рыбой. Обычно любим же тоненькие блинчики. И вот тут не надо делать тоненькие блинчики, иначе каждый тоненький блинчик, на него надо масло отдельное. Тут смазываем сковородку маслом, делаем толстенький себе блинчик. Ну, поняли для чего, чтобы масла потратить поменьше. И все, и вот с этой безобидной начинкой, ну, можно, конечно, умудриться и с баклажанной икрой, с кабачковой икрой блины есть. Кстати, с красной икрой, почему бы и нет, лишь бы маслом не мазать, и будет у вас разнообразный масленичный стол. Так, Елена, на сегодня наша с вами консультация закончилась. Всего хорошего, до свидания. До свидания, до встречи через неделю. За время программы вы узнали от специалистов, как сделать свое тело красивым и идеальным. Итак, смотрите нашу программу по пятницам в 18.30. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова